Приветствуем, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Можно ли жить завтрашним днём? Хороший вопрос и загадочный. Жить завтрашним днём достаточно сложно, потому что завтрашнего дня ещё нет. Вчерашний уже прошёл и есть только сегодняшний. Есть чудные строки нашего классика. Сердце в будущем живёт, настоящее уныло, всё мгновенно, всё пройдёт. Что пройдёт, то будет мило. Сердце некоторым образом живёт упованием. И реальность, которая, как правило, совмещена с некоторыми неустройствами, с каким-то процессом преодоления. Что такое жизнь? Это непрестанное преодоление, движение от земли вверх с прежней нашей точки к будущему пребыванию. Это преодоление и земного тяготения, и внешних испытаний, и собственных слабостей. Потому по-настоящему живёт сердце, по замечанию поэта, где-то в будущем, в надежде на то благоустройство, которое явится в результате тех самых трудов, терпения, преодоления, которые являются участью нашего сегодняшнего дня. Но, с другой стороны, есть опасность жить мечтами, жить только иллюзией грядущего благополучия, которому и устремлённое сердце как бы не замечает того, что происходит вокруг него сейчас. Во всяком случае, не слишком этим тяготиться. Это состояние достаточно хорошее. Тот, кто слишком уязвим, тот, кто бесконечно взволнован и уязвляем неустройствами сегодняшнего дня, чувствует себя несчастным. Для того, чтобы подарить ему луч надежды, для того, чтобы согреть его сердце, нужно как раз обнадёжить его завтрашним днём. Стерпится, слюбится. Вечер удворится плач, а за утро радость. Утро вечера мудренее. Много утешений подберём мы для скорбящего о сегодняшних неустройствах. И эти утешения будут связаны с надеждой на завтрашний день. Что оно будет уже не так худо и не так тяжко, не так лихо, как то, что переживает человек сегодня. Значит, можно ли жить завтрашним днём? Я думаю, необходимо иметь эту устремлённость. Более того, не только на завтрашний астрономический день, но и на завтрашний день вечный, день оный, который Господь приготовил нам, по сравнению с которым весь свет нынешнего времени есть тьма. Ибо оно минует, это время нынешнее, и начнётся грядущий день, которым не будет конца. Поэтому сердце христианина, конечно же, устремлено туда, в вечную Христову Пасху, в наше непрестанное пребывание с воскресшим Господом, где уже и времени не будет, и скорби не будет, но будет всё и во всём Господь. Это жизнь в будущем. Но для того, чтобы её постигнуть, чтобы в неё войти, надлежит исчерпать труды сегодняшнего дня. Именно поэтому в молитве Господней слышим мы слово Христа, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Не надо печься о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе попечётся. Довольствуйся тем, что имеешь сегодня, и с достоинством исполняй своё пред Господом служение и с долготерпением. Поэтому, несмотря на устремлённость к будущему исправлению своих обстоятельств, несмотря на устремлённость к будущей жизни, наша вечная участь решается сейчас. И именно сейчас нам от Господа нужно подкрепление интересных наших сил. И мы, прося о хлебе насущном, говорим именно о тех, необходимых для нашего выживания, материальных, осязаемых, видимых благах, необходимых нам для поддержания жизни. И заботиться об этом, и о земных и о небесных подкреплениях на сегодняшний день прилагать усилия, это очень благоразумно. Поэтому совсем лежать на диване или махнуть рукой на своё сегодняшнее физическое состояние, или не позаботиться сегодня о том, чтобы молитвой оросить своё иссыхающее среди скорбей земных сердце, тот безрассуден, тот сегодня, не трудясь, мечтая только о завтром, завтрашний день как раз и губит. Надо же помнить, что цветок завтрашний вырастает на сегодняшнем стебле, показавшемся из корня. Следовательно, если будет иссыхать стебель, то и цветка не будет, цвет опадает, и в печь вметаем, в печь этого течения времени, испепеляющего всё. Следовательно, держась за оздоровление и силу стебля, мы таким образом и содействуем благам завтрашнего дня. Поэтому попечёмся всячески о сегодняшнем своём состоянии, приведём себя сегодня в порядок, потрудимся сегодня, перетерпим сегодняшние искушения, и упование наше на завтра пускай не отменяет то, что мы должны сделать сегодня. И тогда завтрашний непременно наступит. Только попеченье о нём верь Господу. Живи в завтрашнем дне своим упованием на то, что Бог, даровавший тебе сегодняшний день и возможности совершить необходимое в этот день, несомненно, дарует тебе, несмотря на все трудности и благо завтрашнего дня. Таким образом будут и волки сыты, и овцы целы. И твои упования не посрамятся, и твои силы будут задействованы для наилучшего созидания завтрашнего дня. Если ты не мечтами только о завтрашнем, но трудами сегодняшними, будешь это самое завтра приближать и обеспечивать. Ну а помощник в этом, конечно, Господь, и обещая устроить наше завтрашнее, Он силы свои придает нам тогда, когда мы их просим. Поэтому молитва Господня, Отче наш, с молитвой о хлебе насущном, молитва Пресвятой Богородице на всякий день и час делает нас способными исправить и исполнить всё то, что належит нам совершить в этот сегодняшний день ради благословенного завтра. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова